Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я, Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас, Михаил. Привет из Киева. Спасибо. Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Нью-Йорк. Там у него большая программа, связанная с пребыванием на Генеральной Ассамблее ООН. Он должен выступить, как замечают многие СМИ, что не исключено, что он может столкнуться с министром иностранных дел России Лавровым, хотя это, думаю, это просто сарказм. Но главное, чего ждут, это встречу Зеленского с президентом США Джои Байденом и связывают с ней. И вот я хотел бы вас спросить. Официально ничего не сообщается, какие вопросы предполагается обсуждать на этой встрече. Будет она просто протокольной или же насыщена какой-то конкретикой? Как вы считаете, стоит ли ждать от нее чего-то особо важного? Ну, я думаю, она не чисто протокольная, хотя очень важная, протокольная и с символической точки зрения. Потому что в перспективе предвыборной кампании Байдена, она будет сложной для Байдена и сейчас уже сложной. Это и процедура импичмента, запущенная республиканцами, да, и другие проблемы и медицинского характера, и политика медицинского характера. Вот, они делают эту кампанию Байдена достаточно трудной и кампанию демократической партии. В целом, так, на переизбрание своего кандидата трудной. Поэтому Байдену нужен Зеленский, в том числе и в выступлениях в Виен-Ассамблее ООН, вот в той части Нью-Йорка. Так, и, конечно же, и в Вашингтоне нужен, на Капитасильском холме выступления не будет в Конгрессе перед обеими палатами. Ну, будут встречи точечные с сенаторами у Зеленского. А тут уже Байден нужен Зеленскому, вот, для того, чтобы получить, во-первых, и убедить конгрессменов в выделении необходимых, вот, в выделении 24 миллиардов долларов, которые подала администрация Байдена на голосование в Конгресс, финансовая помощь. Ну, и говорить о встрече Байдена Зеленского, то здесь, конечно же, на кону приставка на получение ракет дальнего действия, так, дальнобойных атакамс. Когда дадут атакамсы, то тогда уже открывается перспектива получения немецких Таурусов. Пока здесь ситуация зависла, судя по заявлениям министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Так вот, атакамс будет, будут тогда и Таурусы. Ну, фактически так, как было с Абрамсами и Леопардами. Ну, и в целом перспектива военной финансовой помощи за пределами 23-го года, за пределами осенней, зимней кампании 23-го начала 24-го года на весь 24-й год. Учитывая то, что она, это, ну, скажем так, задача, которая ставит перед собой Зеленский, очень трудная для реализации, учитывая то, что именно на первую половину, особенно на вторую половину 24-го года, на летнюю период 24-го года, как раз придется пик избирательной кампании Байдена. Тут еще одна проблема, потому что сейчас проблема, точнее так, военная эскалация или эскалация военных действий на поле боя, она находится на пике. Вот, она сегодня показывает пиковое значение. И с каждым днем, вот, когда дело идет к осени, это связано не только с погодой, но и в целом с изменениями оперативно-тактической ситуации на поле боя. А во-вторых, то, что все-таки контрнаступление, как бы там ни говорили, но все-таки выдыхается, необходимо менять тактику и оперативные методы украинской армии на линии фронта. То понятно, что нужно какой-то допинг внешнеполитический, дипломатический и военно-политический для того, чтобы Зеленский, его команда и в целом украинские вооруженные силы вышли к 24-му году с более-менее понятной военно-технической и военно-политической перспективой. Скажите, пожалуйста, означает ли это все то, что вы сейчас говорили, и что, очевидно, будет проговариваться на встрече двух президентов, что война, по сути дела, как бы будет продолжена в 24-м году, и все предположения, которые существовали до сих пор о том, что в возможном завершении войны или завершении горячей фазы, перевод ее в холодную войну, зафиксирование на существующей ситуации сегодня, а там видно будет, что все эти разговоры уже практически забыты, и война будет продолжаться в том или ином виде, но, судя по всему, в затяжной форме. И так, и не совсем так. Ну, во-первых, война дискретная, скажем так, процесс. Он может сопровождаться активизацией боевых действий и затуханием боевых действий. Это связано с и сезонным фактором, ну, а также с изменением методов. Ну, например, понятно, что сухопутная или наземная составляющая военных действий, и в силу того, что, как я сказал, контрнаступление, оно подходит к концу украинских войск. Так. И в связи с тем, что будут меняться климатические условия, понятно, что в осенне-зимний период это будет воздушная война. Это будет уже война дальнобойных ракет, шахедов, других дронов, так, самолетов, поскольку, ну, для хотя бы тех самолетов, которые являются носителями штурмшедов и скальпов, британских и французских. Так что война меняет свой характер. Так, значит, и в какой-то степени дискретность войны, она уже запрограммирована на этом уровне. Но, если говорить о 24-м годе, так, предвыборная кампания в США, то я думаю, что здесь будет определенная затишь в этой войне. Да, война в 24-м году не закончится каким-то официальным перемирием. Об этом мы и говорили, что на данном этапе, по крайней мере, ни Россия, ни Украина не заинтересованы фиксацией линии фронта, заморозки конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Не устраивает это ни Украину, ни Россию. Стало быть, но это не значит, что война будет идти по восходящей. На 24-й год перейдет на восходящую какую-то фану. Нет. Скорее по нисходящей она будет. Потому что, ну, конкретный пример. Идут боевые действия. И одновременно идет избирательная кампания в США. А если, например, новое контрнаступление Украины, которое, ну, якобы сейчас вот говорят о новом подготовке, нового контрнаступления на весну-лето 24-го года, снова может стать неудачным. Ну, может же быть так. Мы же, ну, допускать все сценарии должны при военно-политическом и военном оперативном планировании. Как это скажется на предвыбранных шансах Байдена и демократической партии в целом? Не усилит ли это роль республиканцев или, там, возможности республиканцев? Это слишком большой риск. А для того, чтобы подготовить успешное, даже в какой-то мере, ну, возможной даже условной гарантийностью, военное наступление Украины, это надо значительный, два-три раза перевес по всем компонентам, наземным, воздушным, ракетно-артиллерийским и так далее, российских вооруженных сил. Запад этого не сможет просто сделать, не успеет, даже если бы хотел, даже если бы нашел необходимые виды вооружений, ну, например, те же снаряды 155-го калибра, для того, чтобы обеспечить огневой вал, без которого нельзя сегодня просто наступать, потому что пехота тогда бессильна и бронетехника бессильна. Так что, скорее всего, сейчас главная задача с военно-технической, военно-инструментальной, военно-оперативной точки зрения, это обеспечить, во-первых, восполнение потерь техники украинских вооруженных сил, засуну, раз. А для этого надо еще, как бы, мобилизацию провести в Украине, для того, чтобы пользоваться этой техникой или так. Значит, это надо, это раз, восполнить хотя бы потери. А во-вторых, все-таки, если война воздушную переходит в воздух, как говорится, на верхний ярус, значит, тогда, а совсем сейчас, на полгода, на полгода ставка, это все-таки на дальнобойные ракеты. Вот дадут или нет Атакамс и Таурус, вот это, мне кажется, главная задача. Перспектива, возможно, будут проговариваться, а стоит ли, а необходима ли подготовка большого наступления весеннелетнего Украины 24-го года. Понимаете, на Западе тоже доминирует такая точка зрения, военно-экспертный круг, анализирую, точки зрения военных экспертов западных, как основных военных, так и авторитетных аналитиков. Вот действует такая экстраполяция, что якобы, ну хорошо, не удалось это контрнаступление или не получилось оно так, как планировали, давайте новое подготовленное наступление, вот как бы еще одно создадим условие, и тогда уже у Украины все получится. Но это такая экстраполяция, которая не учитывает, а что будет делать Россия в это время, какие ее будут действия в военно-политическом, дипломатическом и военно-оперативном и военно-техническом отношении. Так что, если подводить такие итоги, сейчас речь идет о осень-зима, и главное тут ракета. Конечно же, на перспективу, возможно, будут проговариваться перспективы подготовки наступления на 2024 год, но окончательно, скажем так, станет понятно, это уже к концу этого года, стоит ли затевать эту игру, стоит ли она свечку, говорится так. А все-таки на 2024 год это будет год определенного затища военно-боевых действий. Если, опять-таки, не учитывать, как будет действовать Российская Федерация. Если она пойдет в контрнаступление, что тоже не факт, тоже не факт. Так, либо осенью этого года, либо весной 2024 года. Вот тогда, понятно, Западу придется на это реагировать. Но вот нужно ли это Байдену, опять-таки? Не сделает ли здесь Байден какие-то дипломатические маневры для того, чтобы упредить или предупредить, или не допустить такой вариант действий? Потому что война, есть туман войны. Война вещь не прогнозируется. Для того, чтобы победить в войне или получить военный успех, надо иметь кратные перевесы на порядок больше. Ну, как, например, сейчас Азербайджан над Арменией. Если такого кратного перевеса нет, а сегодня его нет ни у России над Украиной и Западной помощи, ни у Запада над Россией, тогда лучше не рисковать, иначе можно проиграть. Не только войну, но и выборы. По поводу выборов и поставок ракет дальнего радиуса действия. Действительно непонятно объяснение американцев и Германии по поводу, почему они не поставляют оружие этой ракеты. Оно очень невнятное и необъяснимое. Потому что если раньше говорилось, что эти ракеты не поставляются, потому что Запад и Европа не хотят, чтобы Украина их использовала по территории России, то сегодня об этом вопрос не стоит, потому что все равно есть оружие, которое можно использовать для этих целей. Так что причина не ясна. Ну вот появилась такая версия в основном западных СМИ, о том, что новые поставки увязываются с возможностью президентских выборов в Украине. Скажите, пожалуйста, насколько возможна такая версия? Где здесь увязка? В чем эта увязка заключается? И вообще, как обстоит дело с возможными президентскими выборами? Ну, я не вижу тут какой-то сейчас прямой увязки. По крайней мере, не готов так развязать вот эту гипотетическую увязку и разложить ее на какие-то аналитические элементы. Но может быть, еще раз говорю, ракеты дают на ближайшие перспективы. Выборы в Украине за планирование на 31 марта я не буду. Запад требует. Выборы для чего? Ну, наверное, для того, чтобы первое, смотрите, если нет военного успеха по Украине, а многие будут спрашивать сегодня, уже сегодня будут спрашивать при голосовании за вот эти 24 миллиарда, так куда мы вкладываем деньги американского налогоплательщика? На не совсем удачное, скажем так, контрнаступление Украины, которое не привело к результату. И еще одно наступление, которое, ну, гипотетически там планируют на весну-лето 24-го года, если оно тоже, так, и, по крайней мере, эти вопросы будут ставить, республиканцы уходят в выборные кампании, уже ставят. Значит, возникает вопрос. А что дальше? Тогда нужно показать успехи. В чем? Если нет военных, ну, скажем так, убедительных, впечатляющих военных успехов, если, я говорю, их нет, тогда надо показать, что есть успехи в украинском проекте, который сегодня, ну, намертво увязан, скажем так, с судьбой демократической партии и Байдена, Блинкена, Нулан, потому что это все люди, которые были ответственны в администрации Обамы за Украину, начиная с 2014 года, а затем уже, скажем так, приняли эту миссию или ношу, или бремя и тому подобное уже после избрания Байдена президентом США, как от демократической партии, опять-таки. Поэтому, стало быть, надо как-то отчитаться. Поэтому на что будет делать ставка? Первое, что Украина – это успешный демократический проект. Да, он выстоял. Украина выстояла перед агрессией России. Путин не смог завоевать Украину. Об этом говорил Блинкен, будучи 6 сентября в Киеве. Он же об этом говорил весь. Дальше. Продемонстрировать борьбу с коррупцией. Так, поэтому вот на это составляющие. Кстати говоря, и определенный упрек здесь в адрес украинских властей за то, что и с выборами пока непонятная ситуация. И будут давить на Зеленского, чтобы выборы были. Но парламентских выборов не будет уже. Вот в этом году одновременные выборы президента и парламента вполне возможны. Поблюдение демократических прав и законности. Дальше борьба с коррупцией. Ну, в общем, и экономика, восстановление экономики. В этой связи ему надо рассматривать. Это, кстати говоря, пока еще не столько в прикладном моменте, сколько апелляция на критику республиканцев. Назначение Притскер, так, бывшего министра торговли администрации Обамы. Назначение ее на уполномоченного по послевоенному восстановлению Украины. Она выхода на корни семьи Притскера из Украины. Они владельцы сети Хаят, но когда-то они из Украины. Даже, по-моему, чуть ли не из Киевской области. Так, дальше. Назначение генерального инспектора по вооружениям. Опять-таки, работа его здесь в Киеве, в офисе. Ну, в общем, нужно будет показать, что если есть, хотя бы успех военный, частичный он есть, а нет полного военного успеха, полного поражения России. Но главная задача – это все-таки сохранить Украину как демократический проект, ориентированный на Запад, ориентированный на западный мир, со всеми, скажем так, стандартами, ценностями европейского сообщества. Поэтому, конечно же, выборы будут требовать. А вот с войной, с новым наступлением постараются не рисковать. Потому что достаточно, как я уже говорил, рискованное дело. Поэтому, возможно, скажем так, в начале 2024 года будут более активные дипломатические училищики. Кстати, понятно. Кстати, я обратил бы внимание на встречу в мае Салливана и Иван И. Понятно, что там главная проблема была Тайванем, потому что в Тайване выборы в январе президентские в Тайване. Головная боль по-тайваньской, проблемы опять-таки во время избирательной кампании Байдена никому не нужна. Но в то же время там и затрагиваются вопросы Украины. Уверен в этом тоже. Поэтому пока, скажем так, конструируется или начерчивается, пишется Черновик 2024 года от нынешней администрации Байдена. В контексте его избирательной кампании этот Черновик включает в себя несколько аспектов. Дипломатический, военно-дипломатический, военно-технический и так далее. Еще напоминаю, Черновик. Но точно могу сказать, что будет в Чистовике. Большой войны в 2024 году не будет. Она невыгодна Байдену. Она очень рискованна. И она может привести его и демократическую партию к большому и сокрушительному поражению. Скажите, пожалуйста, вы много говорили о предвыборной программе Байдена, о том, как он будет готовиться к выборам, что ему выгодно, что невыгодно. Означает ли это, что смена администрации, допустим, на республиканскую, может привести к тому, что Америка откажется от своих обязательств в отношении Украины? Я не рисовал бы здесь каких-то стратегических изменений или крушения политики Байдена полностью. Потому что одно дело избрать на кампании, это критика оппонентов, это понятно. Скажем так, нагнетание и главное отличиться, быть отличным от оппонента, рисовать паттернативу. Но американские обязательства есть американские обязательства. Другое, поэтому, конечно же, не так просто будет, например, победившему республиканскому кандидату, не буду говорить сейчас, кто там это будет, сразу развернуть это все на 180 градусов. Но, тем не менее, все-таки смена тональности, атмосферы, ну и вообще дипломатических нюансов, так, а может быть и акцентов она, безусловно, произойдет и не в пользу Украины. Здесь тоже надо это понимать. Поэтому вот почему Зеленскому сейчас нужны какие-то уже обязательства от Байдена. Это раз, и от нынешней администрации. Так, во-вторых, вот почему администрация Зеленского заинтересована все-таки победе Байдена и демократической партии, это два, но, конечно же, если придут республиканцы в Белый дом, то к этому желательно бы, с точки зрения украинского военно-политического руководства, ну и иметь более впечатляющий военный успех для того, чтобы зафиксироваться на те или иные переговорные позиции, или зафиксировать те или иные переговорные позиции. Во всяком случае, скажем так, многие на Западе военные аналитики дают такой прогноз, что вот уже в 2025 году Украина точно может выиграть у России, потому что Россия к этому времени ослабляет, но это такая их аргументация. А вот Украина за 2024 год подготовится к более мощному контрнаступлению. По-моему, так писала со мной начальник генштаба британских армий Брэндл, по-моему, так, могу ошибиться с фамилией, вот недавно, по-моему, The Telegraph. Так вот, если ввиду демократы, можно еще гипотетически рассматривать такой сценарий. Если у республиканцы, то этот сценарий нереалистичен, это точно. Вадим, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. До свидания. Спасибо, Михаил. До свидания.